Всем привет, меня зовут Мейсон и я уже 9 лет работаю в CSGO. Мой батя работал спецназовцем в 1.6, дед работал в Half-Life, а мне как наследнику достался CSGO. Сказать, что мне надоело, это ничего не сказать. Мне приходится каждый день впахивать по 15 часов. Перерывов нет, больничных нет, отпуска нет, еще и не платят ничего. Все прям как в реальном мире. Я с детства мечтал стать агентом из какой-то спецоперации. Там не жизнь, а кайф. График сутки через трое, работаешь на киберспортивных матчах, твои хозяины донатеры, другие агенты завидуют тебе, а ты смотришь на них с высоты. Но увы, я обычный дешевый спецагент. Хуже меня только агенты из CS1.6 и тот с колготками на голове, хотя даже он из последней спецоперации. Каждый день ровно в полночь мне приходится выходить на работу. Самое обидное то, что от меня ничего не зависит. Никому не интересны мои переживания, никто даже не знает, что у меня есть душа. Мною просто управляют, а я тоже устаю, между прочим. Это хорошо, если еще управляют. А если меня заставляют стоять ОФК, заставляют смотреть на то, как меня с ножа в спину убивают. Фу, мерзость. На часах 11.59, через минуту начинается моя смена. Я собрался с силами, работа началась. Я появился, осмотрелся, мой ник Биг Боб. Как оригинально, хозяин очередной школьник. Я стоял, я ждал, никого не было, походу будет РМК. Появился Эрик 5-4-3, он поздоровался, я поздоровался. Здорово, ща докурю. Остальная команда поздоровалась, все подключились, игра началась. Первый раунд, все побежали на Б, я стоял. Всех убили, я стоял. ОФК, да блять, опять, я побежал. Один в пять, мы проиграли, неудивительно. На меня начали орать, я орал на них в ответ, ну точнее не я, а хозяин. Работать было невозможно, в голове орало миллион голосов. В меня начали стрелять свои. Обидно, я же ничего не сделал, кто виноват, что мой хозяин даун? Я тоже начал стрелять свои. Началось, походу опять калашам закинуло. Пятый раунд, у меня бомба, наконец-то. Кто-то сказал, чтобы я отдал ему бомбу, я сказал. Да я тут, я докурил. Я побежал рашить Б, все бежали за мной и просили бомбу. Я бежал первый, меня убили, всех убили. 0-5, на меня начали орать. Меня кинули с липовую, я ничего не видел. Да за что? Хозяин замутал всех. Аллилуйя, меня услышали, я перестал слышать эти противные голоса. Я побежал на Б, всех убили, я остался один в три. Инфы не было, я не знал, куда бежать. Хозяин размутал всех. Русска, кур, войди нахуй. Замутал всех, я проиграл раунд. 0-7, до конца игры за мной бегала вся команда. Никто не хотел играть, мы проиграли. Отличное начало дня. Я удивлен, 5-15, команда дебилов. Этот курит, те орут, почему не поиграть нормально? Собраться всей командой, раскинуться, выиграть, поднять звание. Нет, давайте орать друг на друга, стрелять друг в друга. Чтоб к концу дня у меня башка болела. Просто невозможно работать, когда все орут. Я лучше бы на завод пошел. Я выпил таблетки от головы, захотел в туалет. Началась новая игра, блядь. Я появился, осмотрелся, мой ник, круассанчик. Ой, ля, где они только такие ники берут? Я стоял, я ждал, вся команда появилась. Ну давайте, начните материть друг друга. Все вежливо поздоровались. Неужели? У меня адекватная команда. Начался первый раунд, кто-то сказал. Давайте все на Б. Все согласились, мы побежали, мы выиграли раунд. Идеально, 1-0, раунд 2. У меня плент, кто-то сказал. Плентим А. Все поддержали, идеальная команда. Я не спешил радоваться, мы побежали на А. Я ждал момент, А чисто, я залетел, поставил плент. Мы выиграли раунд, четко. Мы вели 9-2, противники поставили паузу. Кто-то отключился. Мы ждали его 1 минуту, 2 минуты, 3 минуты. Он перезашел. Итог? 15-9. Мы проиграли. За что? За что мне все это? Меня достала эта игра. Почему всегда против меня попадаются читеры? Играть с этими нищебродами нереально. Он купил читы, бустит кореша и его банят. А я должен сидеть и страдать от того, что очередную катку проиграл. Я загуглил. Как стать агентом спецоперации? В интернете информации не было. Охрененно, я до конца жизни буду с этими нищебродами малолетками. Я выпил воды, поставил бутерброды в микроволновку, сходил в туалет, сел отдохнуть. Я задумался. А что если вся наша жизнь это игра? В самом начале игры хозяин выбирает один из уровней сложности. В зависимости от уровней ему генерируют бедную или богатую семью. И мы становимся персонажами этой игры. Они также читерят, донатят, афэкашат. А сейчас я играю в игру хозяина в виртуальном мире хозяина. Мои размышления перебил громкий звук. Началась новая игра. Да с***. Достал бутерброды. Принял игру. Винки-Винки, почему-то не удивлен в бредовости этого Ника. Я стоял, я ждал, все присоединились. О нет, у нас в команде был премиальный оперативник из последней операции. Как же ему повезло, он сейчас просто кайфует. Вышел на работу свеженький, не уставший, а я уже еле стою. Я сказал. Слышь, пёс, ты чё палишь? Нет, только не это, мой хозяин школьник. Хуже школьников только поляхи. Я сейчас с твоей мамкой в гости зайду. Стыд, игра началась. Он побежал на А, я побежал на Б. Так близко, но так далеко. Я ему завидовал, он убил двоих. Мы выиграли раунд. Я не успел ничего сделать. Красава, псы, я затащил. Стыд, я извинился за хозяина. Раунд два. Он бежал с ножом, керамбитом, а я с каким-то дерьмом. Как же ему везет, чертили. Он опять убил двоих. Я никого. Отличная игра. Выруби, чё ты, псина. Два ноль в нашу пользу. Мой хозяин не затыкался, он орал. Как же мне было стыдно. Мне приходилось говорить всё, что говорит он. Он рассказывал, как все должны играть. Что если бы не он, то мы бы сейчас лузали. Фаталити про мам там тоже проскальзывали. За шесть раундов я не убил никого. Неудивительно, я просто бегал и кричал. Хозяин не останавливался. Он стрелял по своим, слепил себя и их. Специально сливал бомбу и просто бегал по карте. За шесть раундов я пробежал километров двадцать. Я уже не мог, я устал. А хозяин кричал и кричал. Раунд семь. У меня был счёт 0-5. Меня кикнули. Найс. Слава богу, эта игра закончилась. Я уже не мог бегать. Мой организм не рассчитан на такие дистанции. Мне срочно нужно отдохнуть. Я улёгся в кровать, достал бутерброды. Я начал думать, мне срочно нужно увольняться с этой работы. Куда я могу перейти? Фортнайт? Строить не умею. Пап, там ещё больше бегать. Правл Старс? Да нет, а себя не уважать. Решено. Мне надо отличиться, чтобы Габен меня повысил. Я должен затащить следующую катку. Я приложу все усилия, чтобы стать номер один. Началась игра. Я принял. Загрузился. Осмотрелся. Мой ник на ускок. Это лучшее за сегодня. Я настроился. Я должен затащить эту катку. Габен должен меня заметить. Все загрузились. Я посмотрел направо. Там стоял Антоха. Ха-ха! Это тот самый оперативник с холготами на голове. Он посмотрел на меня. Я посмотрел на него. Я заржал. Игра началась. Я побежал вперёд. Он бежал сзади. Я боялся за свой зад. С таким костюмом не знаешь, чего от него ожидать. Я остановился. Три раза выстрелил. Убил троих. Да, я хорош. Габен точно меня заметит. Раунд два. Я посмотрел на колготочника. Он посмотрел на меня. Я снова заржал. Он убежал. Я стоял. Я выстрелил. Убил всех. С базы. Сука. Теперь я читер. Раунд три. Я начал крутиться. Меня тошнило. Я стрелял в пол и убивал. Я уже не видел ничего, но я кружился. Стрелял. Убивал. По итогу это была игра в одни ворота. Я бегал, прыгал, крутился, попадал через стены, попадал через дома. В общем убивал всех. Я старался не палить хозяина, но у меня этого не удавалось. Он был очень наглый читер. Я закончил эту игру со счетом 43-8. Мы победили. Мне было плохо. Я побежал в туалет. Я блеванул бутербродами. Я вышел. Ненавижу, когда я читер. У меня не выдерживает вестибулярный аппарат. Мне пришло уведомление. На меня составили пять репортов и сейчас я проверяю систему патруля. Да сука, началось. Сейчас еще оштрафуют меня за то, что хозяин идиот. Я ждал решения патруля. Без него я не могу работать. Ну хоть это радует. Я привел к отдохнуть. Я уснул. Меня разбудили. Это было решение патруля. Вы уличены в подозрительных действиях, которые противоречат правилам нашей игры. Вы оштрафованы. Принять. Сука, неееет. Я колготочник. Всем привет. Кто меня не помнит, меня зовут Мейсон и я уже 9 лет работаю в CSGO. Мой батя работал спецназовцем в 1.6, дед работал в Half-Life, а мне как наследнику достался CSGO. Раньше я был обычным оперативником, но Габен решил меня понизить и теперь я бегаю в этой чертовой колготке на голове. Моя мечта стать премиальным оперативником и играть на профсцене. Но увы, последних 3 месяца я нахожусь в тильте. Меня бесит то, что у меня ничего не получается. Бесит эта херовина. Бесят тиммейты, которые базарят за меня. Что я им сделал? Зачем меня трогать? Такое ощущение, что я сам выбрал эту херовину себе на голову. Единственное, что меня успокаивает последние несколько недель, это просмотр реального футбола. Каждый вечер мы с другими колготочниками собираемся у меня забыть о буллингах. Просмотр футбола заставляет меня забыть обо всем. Мы стараемся поддерживать друг друга, не думать о работе, а на поле всегда поддерживаем слабую команду. Так продолжается ровно до того времени, пока у кого-то не начнется катка. По очереди все ливают из лобби и оставляют опять меня одного. Все, не хочу больше носить эту колготу, я хочу в киберспорт. Слышишь, Габен? Забирай мне все, забирай квартиру, забирайте жизнь, можете все забирать, для меня жизнь потеряла смысл. Я хочу, чтобы Симпл был моим хозяином. А вот и начало рабочего дня. Пошли к черту, я не собираюсь принимать. Пусть нервничают, пусть банят. Не хочу я работать, слышишь, Габен? Не хочу. Сука. Мой ник подпивасник, вот оно, то, о чем я мечтал всю жизнь. Подпивасник, блядь. Вся моя команда загрузилась и началось. Опять подпивасник? Да блядь, опять проиграли. Че хуй вы скин? Вот то, о чем я вам и говорил, что я им сделал. Мой хозяин начал им отвечать. Да мне похуй на эту игру. У нас начался конфликт. Я доказывал, что мне похуй на игру. Алик доказывал, что ему одна катка до повышения. Я стрелял Алику в голову. Алик стрелял мне в голову. Разминка закончилась. Началась игра. Первый раунд. Команда побежала на А. Подпивасник отрыгивал микрофон. Всю команду убили. Я пытался поднять оружие. Меня убили. 0-1. Раунд 2. Команда орала на меня. Я отрыгиваю. Начался хаос. Алик хотел победить. Подпивасник ушел за добавкой. Команда ушла на Б. Я стоял пока. Меня убили. 0-2. Раунд 3. У меня бомба. Я бегал по базе. Алик бегал за мной. Он умолял отдать ему бомбу. Подпиваснику было похер. Алик умолял выиграть эту катку. Подпивасник умолял его заткнуться. Нас убили. 0-3. Раунд 5. Подпивасник купил себе оружие. Наконец-то. Сейчас заиграем. Все побежали на А. Я побежал на Б. Я шкирился. Я увидел противника. Я стрелял. Я не мог попасть. Противник стоял, не двигался. Я не попадал. Походу это все влияние пиваса. По итогу до конца игры подпивасник стоял АФК. Отрыгивал, кидал дымовухи по своим. Кидал флэши по своим. И просто ходил по карте. Мы проиграли с счетом 16-4. Охрененно. Почему именно мне попадаются подпивасники? Дайте мне хоть кого-то адекватного. Я уже не могу. Это полнейший бред. Так работать невозможно. У меня винрейт в этом месте 30%. Меня так никогда не повысит габен. Почему? Почему этим скином не пользуются адекватные игроки? Где симпл? Где хоть какой-то стример? Да хоть хотя бы какой-то глобал? О, новая игра. Ну, погнали опять сливаться. Я принял. Я появился, осмотрелся. Мой ник дося 642. Неплохо. Я стоял. Я ждал. Появилась команда. За меня команда бигстаров. Я обрадовался. Посмотрел на свой ранг. Я сильвер 3. Да блять, опять. Раунд 1. Я взял дигл. Кэт сказал. Сина, дося, дефейт стейрс. Хозяин не понял, что он сказал. Все убежали. Я побежал за ними. Каждый держал по позиции. Я смотрел что-то похожее на стейрс. Они всех убили. Я не сделал ничего. Четко. Раунд 2. Все разбежались по карте. Я не знал, что делать. Я бежал за Жаком. По мне стреляли со всех сторон. Меня убили. Раунд 3. Счет 1-1. Я взял оружие. Я пытался действовать аккуратно. Я шел на шифте. Я искал противников. Я смотрел все возможные углы. Меня зарезали в шпину. Блять, я не вывожу игру на бигстарах. Раунд 6. Счет 4-2 в их пользу. Меня попросили кинуть дроп. Я скинул эмпку. Остался с пистолетом. Я выбежал на мид. Меня убили с АВП. Раунд 7. Меня попросили бегать со всеми. До конца игры я носился как угорелый. Я не мог вывести демп бигстаров. Мы бегали на А через мид. Четверо ходили на Б. Один плантил на А. Разыгрывали через фаст пуш. И даже сидели в глухой обороне. Счет был 15-14 в нашу пользу. Решающий раунд. У нас был фулл закуп. Меня попросили кинуть смок на мид. Я не знал, как это сделать. Кинул на шару. Сказали, что я молодец. Четко. Я зашкерился. Я не хотел умирать. У меня за всю игру 0 киллов. Наши убили одного. Двоих. Потом убили наших. По итогу я остался один в один. Блядь, что мне делать? Я паниковал. Решающий раунд. Все зависит от меня. Я оглядывался. Никого не было. Я взял бомбу. Я шифтил. Я смотрел все точки. Время раунда заканчивалось. Мне кричали. Я был в панике. Я пришел на А. Там никого не было. Оставалось 8 секунд. Я взял бомбу. Начал плентить. Случайно ее выкинул. Я услышал какой-то звук. Я выиграл раунд. Мы победили. Да ладно, мы победили. Я не верю. Я его испугался больше, чем конец раунда. Я ржал с этой ситуацией, но зато я затащил катку. У меня улучшилось настроение. На сильверах и так разнести бигстара. Это ж надо так уметь. Есть еще порох в пороховнице. Я пришел в себя. Началась новая катка. Я принял. Я появился. Осмотрелся. Мой ник Red Dragon. Неплохо. Я стоял. Я ждал. Появилась команда. Опять какие-то фрики. Все поздоровались. Здорово, пар. О, гайз. У нас не было последнего союзника. Мы стояли. Мы ждали. Появился какой-то чел. Он был весь нафуфыренный. У него был тот самый скин, о котором я мечтал. Все с него ржали. Я заступился за него. Он достал нож Градиент. Это то, о чем я мечтал всю жизнь. Все начали лизать ему задницу. Он молчал. Раунд один. У него был Дигл. Все залипли на его скин. Они думали, что он дорогой. Он побежал соло на мидл. Селэйс. Все были в шоке. Раунд два. Он взял калаш Кровавый Спорт. Это пи***ц, откуда у него столько скинов. У всех не закрывался рот. Он опять побежал в соло. Его убили. Он сказал. Мужики, можете мне помогать, плиз? Все стояли еще в большем шоке. Это Гэтлайс. Я не понимал, о чем они. Они объяснили, что это стример. Он играл просто дико. Он ставил нереальные хедшоты. У него было нереальное количество скинов. Нож Градиент, КВП Драгон Лор и куча разных пестиков. По итогу мы выиграли со счетом 16-8. Наконец-то мне попался стример. Первый раз за три месяца. Он меня позвал в пати. Я охренел. Такое вообще возможно? Я хотел отказаться как телка, чтобы добить себе цену. Но не в этот раз. Я принял. Мы поздоровались с ним. Он сказал. Нужна помощь? Да не. Я соврал. Мне бы не помешала помощь. Пизди. Ладно, убедил. Я кивнул. Объяснил ему свою проблему. Рассказал, что не могу никого убить. Что меня все буллят и что я задолбался бегать с этой колготой на голове. Он поржал. Он объяснил мне несколько фишек. Что скин не имеет значения, что глобал ФКС это как легенды в доте. Я чувствовал прилив сил. А реально, зачем тильтовать? Скин это лишь картинка. А скил это мастерство хозяина. Он запустил катку. Мы появились. Осмотрелись. Появилась команда. Поздоровались. Раунд один. Пистолетка. Он сказал мне не спешите целиться в голову. Будет сделано. Я побежал на лонг. Я увидел вдалеке противника. Я стрелял аккуратно. Целился в голову. Я убил. Четко. Раунд два. Он сказал закупать формилку. Я взял петух. С меня поржали. Петух с петухом. Вот, суки. Я убил его. Сам петух. У меня было первое предупреждение. Ну ничего. Пока мы разбирались, он всех убил. Два-ноль. Четко. Раунд три. Я выкинул петух. Мне скинули коллаж. Он был пи***ц красивым. Я рассматривал его. Гетлайт сказал помочь ему. Я побежал за ним. Я смотрел спину. Он пушил. Мы всех убили. Четко. Раунд пять. Он взял АВП Драгон Лор. Я купил молик. Я опять прикрывал его. Я бросил. Ни в кого не попал. Он смотрел на меня. Я смотрел на него. Противник смотрел на нас. Нас убили. Бл***ь. Раунд семь. Я взял Диггл. Я убил двоих. На шару. Четко. Раунд десять. Вся команда называла его читером. Я доказывал, что он хорошо играет. Он молчал. Он улыбался. Его выставили на голосование. Первый голос за. Второй голос за. Третий голос за. Я перепутал кнопки. Мой голос за. Я кикнул его. Мы проиграли. Бл***ь. Я уже девять лет работаю в КСГО. Мой батя работал спецназовцем в 1.6. Дед работал в Half-Life. А мне как наследнику достался КСГО. Раньше я был обычным оперативником. Но КБН решил меня понизить. И теперь я бегаю в этой чертовой колготке на голове. Моей мечтой было стать премиальным оперативником. И играть на профсцене. Но увы. В моей жизни ничего не меняется. Последние полгода я хожу с этой чертовой колготкой на голове. Я уже смирился. В КС мне больше ничего не светит. Я даже сходил на кучу собеседований. В Майнкрафт, Папк и Доту. Никуда меня не взяли. Зато меня звали Валорант. Но туда я сам не захотел по личным причинам. Походу я просто неудачник. Через 2 минуты начнется очередной мой рабочий день. И опять я буду в депрессии. Ничего необычного. Я сделал себе бутерброды и сел ждать начала рабочего дня. На часах ровно 12. Ничего не происходило. Сука. Меня че уволили? Я так и знал. Эта сука из Валоранта меня подставила. Она сказала КБену, что я был у нее на кастинге. Ну и пошли нахер. Это дебильная работа. Никогда мне не нравилось. Бегать как поц по одной и той же карте. Раз меня уволили, можно и бахнуть вискарика. Это намного лучше, чем работать. Не надо ни о чем париться. Бахнул и сразу на душе стало приятнее. На меня нахлынула ностальгия. Я вспомнил свою последнюю встречу с отцом. Он учил меня брать клатчи, ходить на шифте и даже учил меня от дачи в КС 1.6. У него был самодельный тир из курочек. Еще тогда не было всех этих нафуфыренных штук. Все было очень душевно. В тот день я пообещал отцу, что он будет гордиться мной. И я буду играть на профессиональной сцене. А через несколько дней он ушел от нас. Принять игру? Что? Меня не уволили? Мне не нужны другие работы. Я не могу подвести отца. Надо привести себя в порядок и идти в бой. Я умылся. Принял игру. Я появился в лобби. Все стояли возле какой-то надписи и втыкали в телефон. Оказывается, это было обновление. Вышла новая спецоперация с новыми оперативниками. Новый улучшенный оперативник был просто идеальным. Он был в разы лучше прошлого варианта. Новая маска, новая одежда и полностью новый скин. Я обязан его заполучить. Ниже было написано, что все это обновление вышло в преддверии мейджора, который все ждали два года. На нем играют аж 5 СНГ команд. Все закричали. Я не понял, что произошло. Они сказали, что нави прошли в полуфинал и что у них зашла ставка. Круто. Я тоже хочу играть в полуфинале мейджора. Я не сразу понял, где я. Это была новая карта для меня. Мой ник? Толя со второго подъезда Астралис. За меня играл Олег Турбонави, Чебрик Гамбит и Механик Виртус Про. Все ясно. Я попал в пати под пивасных мстителей. Хозяин сказал. На хуй ты выбрал кэш? Да я случайно. Хуй на блять. Теперь я понял. Мы на карте кэш. В Припяти. Смотрелось очень антуражно. В меня начали стрелять. Почему быкует хозяина стреляют в меня? Все орали друг на друга. Я блять ни разу тут не играл. Видите? Хуя срать. Где тут вообще ставить плэт? Походу здесь все играют первый раз на этой карте. У нас появился последний премиальный оперативник с прошлой операцией. Он был похож на Гетлайта. Никто на него не обращал внимания. Походу это не Гетлайт. Моему хозяину тоже было похер на него. А я ему завидовал. Я должен сделать все возможное от себя, чтобы заполучить новый премиальный скин. Игра началась. Первый раунд. Вы все фасбеи, зайду через сити. Он убежал. Все стояли. Где тут Б? Я не знаю. Бежим туда. Бежим. Все побежали вперед. Я стоял АФК. Всех убили. Я тут, я посрал. Меня убили. 0-1. Раунд 2. Мы закупились. Кто-то выкинул флешку на пол. Еб... А ты флешку скинул? Джи. Еб... А шо, так можно? Все закупились флешками. Начали скидывать на пол. У меня есть план. Рашки туда. Мы все побежали туда. Он стоял на базе. Мы бежали. Он кидал флешки. Я ничего не видел. Он кидал. Хозяин стрелял просто по кругу. Я кричал и стрелял. Он кидал. Я сделал минус 4. Мы выиграли раунд. Раунд 5. Мы придерживались своей стратегии. Он кидал флешки, а мы просто залетали и рашили что-то похожее на Б. 3-2 в нашу пользу. Раунд 6. Противники кидали флешки в ответ. Я весь раунд ничего не видел. Мы опять всех шотнули. 4-2 в нашу пользу. Раунд 7. У меня плент. Мы уже выучили, где Б. Скинули флешки. Побежали рашить. Флешки летали по карте. Мы стреляли. Противников нигде не было. Я сел плентить. Нас шотнули. Походу, нашу тактику спалили. До конца игры мы рашили только Б. Нас шотали и все срались между собой. Никто уже не хотел играть. По итогу мы проиграли со счетом 16-9. Мы опять проиграли. Как неожиданно. За нас же играл Электур Банави и Механик Виртус Про. Как такое можно проиграть? А за что мне все это? Почему работать так сложно? Когда отец устраивал меня в КСГУ, я думал, что по таким связям я буду просто на чиле и на расслабоне лутать бабки. А нет, такого не случилось. Приходится работать на подпивасников. Мне нужен нормальный хозяин. Мне нужен тащер. Я должен показать все, чем у меня учил отец. Я готов сражаться до последнего. Игра началась. Давай, Мэйсон, докажи все, что ты способен. Я готов разрывать лица. Я появился. Осмотрелся. Это была опять новая карта для меня. Мы находились в каком-то офисе. Мой ник Фэнтик. Пока все выглядит не очень радостно. Эту карту я тоже не знаю. Ко мне подключилась команда. Очередной премиальный оперативник с ником Хулиганчик и несколько фриков. Здоров, мужики. Ага, отличное начало. Школьник в каске. Остальные тоже поздоровались. Здорово, пацаны. Ку. Hello, guys. I'm from America. А я американец. Ахрененно. Пока мы здоровались, к нам прибежали противники. Мы не успевали появляться, как нас сразу же шотали. Вот крысы, я им отомщу. Мы появлялись, нас шотали. Мы появлялись, нас шотали. Я даже не успевал закупаться. Разминка закончилась. Начался первый раунд. Guys, we need to stay only death. Вся команда послушалась моего хозяина. Походу, он шарит карту. Все сидели просто на заложнике и не высовывались. Все, кроме школьника. Он побежал пушить. Его сразу шотнули. Мы остались на дефе. Нас шотнули. 0-1. Раунд 2. Эй, го. Школьник закупился. Вот х**а. Он побежал рашить. Мы продолжали сидеть на заложнике. Его опять шотнули. Нас запушили. 0-2. Nice try. Ааа, заткнись. Раунд 3. Guys, please, stay death. Мы начали сраться. Все орали на школьника. Объясняли ему, что здесь нужно просто сидеть на дефе и принимать противников. Он не хотел нас слушать. Он выбегал и его шотали. Мы не обращали на него внимания. Мы сидели на дефе и пытались обороняться. Раунд 7. Мы сравняли счет. Разделились. 2 в комнату, 2 в коридор. Школьник шотнул двоих. Мы взяли раунд 4-3. Раунд 8. Я купил АВП. Школьник был с дробовиком. Я смотрел коридор. Никого не было. Я сидел. Я ждал. Никого не было. Я не отворачивался. Я должен сделать фраг. Никого не было. Я ждал. Пусто. Я убрал прицел. Найс страй. Заткнись. Раунд 9. У малого начался кипиш. Я кому сказала спать? Завтра в школу. Да, мам, у меня последнюю катку. Я тебе сказала спать. Я выключаю роутер. Нет, мам, мне еще 10. Он пропал. Только не говорите, что он ливнул. Мы ждали его 2 минуты. Мы поставили паузу. Его все еще не было. Мы прождали еще несколько минут. Он полностью ливнул с катки. Охуенно. Мы остались 4 в 5. На удивление, до конца игры мы играли как настоящая команда. Мы сидели около сложника. Никто не пушил. Мы контролировали все позиции. А я бегал с дробовиком. Один с АВП. Двое с фармилками. Это была имба. Мы не оставили шансов противникам. Мы победили с счетом 16-10. Я MVP игры. Я сделал 21 килл. Вот он, камбэк из Риэл. Эта карта просто имба. Мне нравилось на ней играть. Сидишь на одной позиции и просто дефы. Представляю, если бы на профессиональной сцене в нее тоже играли. Со мной бы Симпл точно победил мажор. У меня поднялось настроение. С такой игрой я точно не подведу отца. Нашлась новая игра. Я принял. Я появился. Осмотрелся. Я был в каком-то депо. Мой ник Слава Немерлоу. Ко мне присоединилась команда. Гетлайт импала Петри Кесеня. Это был реальный гетлайт. У него уже был новый скин. Я поздоровался с ним. Он меня не узнал. Я забыл, что у меня другой хозяин. Мужики, катаем спокойно по нашей эстроте. Я через верх-низ. Я на длину. Я на раскидке. Спечатки. Эта катка была явно не на сильверах. Раунд один. Мы закупились флешками. Скинулись в общак. Даю раскидку. На 43 секунде. Мы разошлись по позициям. Никто не высовывался. Мужики, пушим. Мы забежали по флешке. Меня даже не ослепило. Мы все х***ли. 1-0 в нашу пользу. Раунд два. Скупаемся. Все закупились. Я был с пистолетом. Все опять разошлись по позициям. Я сделал open frag. Мы зашли на план. Поставил план. 2-0 в нашу пользу. Раунд три. Тиммейты взяли раунд. 3-0 в нашу пользу. Раунд четыре. Мне скинули калаш. Мы побежали на А. Мне сделали подсадку. Я вылез на поезд. Я шотнул двоих. 4-0. Четко. Следующих три раунда мы слили. Они уже читали наши тактики. Раунд восемь. Мужики, эко. Никто не закупился. Все остались с пистолетами. Я стоял в шоке. А такое вообще бывает? Мы побежали пятером на Б. Мы выбили АВП. Скинули его за пределы карты. Нас шотнули. 4-4. Раунд тринадцать. Противники явно не пальцем деланные. Мы играли наравне. Они ловили нас на пуши. Они закупали диффуза и всегда успевали разминировать плент. Не думай, что дали друг друга через раз. Мы делали фейк-перетяжки. Раскидывали флешки на А и забегали на Б. Потом ловили их на перетяжках. Мы шли вровень. 14-14. Раунд двадцать девять. Мы закупились на максимум. Если проиграем раунд, у нас не будет денег. Мы обязаны брать этот раунд. Я с тобой зайду с мейна. Сеней, зайдем сверхниза. Я ставлю плент на Б. Мы разошлись по позициям. Петрик убежал с плентом. Он кинул фейк-флешки. Прикрывай меня. Гэтлайт побежал вперед. Сеня и импала вышли сверхниза. Я прикрывал Гэтлайта. Они разменялись 3 в 2. Я добил тресева. Мы остались 2 в 2. Петрик убили на Б. Я остался 1 в 2. Мне нельзя нервничать. Я должен доказать, что я могу брать клатч и не на шару. Я шел по лонгу. Никого не было. Я слышал, как кинули дым на Б. Я шел аккуратно вперед. Время заканчивалось. Я вспоминал все, чему меня учил отец. Я шел тихо. Они не должны меня услышать. У меня дрожали руки. Я пытался справиться с волнением. Я зашел за вагон. На меня смотрели 2 оперативника. Я начал стрелять за жимом. Я сделал 2 хэтшота. Мы взяли очень важный раунд. 15-14 в нашу пользу. Да, я сделал это. Я взял клатч 1 в 2. Раунд 30. У нас был фуллбай у противника в эко. Мы забрали игру. 16-14 в нашу пользу. Я был мвп матча. Меня все похвалили. Это было очень потно. У меня до сих пор дрожали руки. Я не подвел свою команду. Это первый позитивный момент за последние полгода. 2 мвп игры за день. Меня еще раз поздравила вся команда. Мне было приятно. В дверь постучали. Я испугался. У меня такого еще ни разу не было. Я открыл дверь. Там стоял курьер. Он вручил мне конверт, какой-то кейс и ушел. Я стоял в шоке. Это был личный подарок от профессиональной лиги Фейсет. Я открыл конверт. Там было письмо и ключ. Поздравляем. Выставили мвп шоу матча стримеров. Вам полагается премия от ассоциации Фейсет. Откройте этот кейс, чтобы забрать свой приз. Пятница, 4 марта. На ближайшие несколько дней у меня не было никаких планов. Поэтому я решил все выходные провести в КС. Хотя, кому я вру. Даже когда есть планы, я все равно играю в КС. Я поставил себе задачу. За эти выходные я должен выбраться сильверов и апнуть одну звезду. Я играю целых три месяца в КС и до сих пор сижу на сильверах. Мои нервы на исходе. Если бы мне предложили два стула на одном пике точеной, а на другом сидеть и играть на сильверах, я бы однозначно выбрал пики. Потому что сильверы в КС это как в доте НС. Знают все фишки, а играть не умеют. Они учат жизнь, учат раскидкам, учат стратегиям, а счет 7-20. А если счет положительный, это либо читер, либо бустер. В общем, план был у меня как всегда. Отключить телефон, набрать пельмени, набрать энергетики, минимум тильта и максимум скилла. Первым делом мне нужно улучшить свой скилл. Я зашел на ютуб, секретные раскидки CSGO. Первое видео, фишки от Симпла. Идеально, Симпл херни не расскажет. Я пересмотрел видео один раз, два раза, три раза. Я запомнил раскидки. Самое сложное даже нарисовал на листке. Чтобы играть как Симпл, надо думать как Симпл. Зашел на Твич, залетел на стрим. Там все происходило так быстро, что я не успевал ничего запоминать. Я посмотрел одну катку, две катки, три катки. Я ничего не понял, я вышел. Шаг номер два. Поиск стратегий. Я так и написал, стратегии на Даст 2. С этим было сложнее, там практически везде нужна команда. Зашел в КС. В сети был только Влад. Он Беркут, я набрал Влада. Предложил ему сыграть вдвоем. Он увидел мой ранг. Сказал, что тут только отбитые, тратят свое время. Отказался, ясно, я остался один. Вычеркнул стратегии, раскидок мне хватит. Шаг номер три. Разминка. Создал тренировочную карту. Начнем с пистолетов. Боты стояли. Я стрелял, я попадал. Идеально, закончил. Взял калаш, они стояли. Первый раунд. Я сказал. Мужики, я кидаю флешку на лонг. Все побежали на лонг. Я кинул флешку. Не попал. Я слепил сам себя. Всех убили. 0-1 мы проигрываем. Четко. На меня начали орать. Я извинился. Сказал, что еще не разыгрался. Начался второй раунд. Кто-то предложил бежать на Б. Я взял листик. Нашел раскидки на Б. Пока искал, всех убили. Неловко. Сказал, что мышка зависла. 0-2 мы проигрываем. На меня начали орать. Я извинился. В игру я набил 9 килов. Оказывается, по стоячим противникам попадать проще. Итог. 16-10 мы проиграли. Катка номер 2. Я собрался с мыслями. Выкинул из головы проигрыш. Нужно двигаться дальше. Запустил игру. Первый раунд. Я сказал. Мужики, я кидаю флешку на лонг. Все молчали. Я побежал на А. Все побежали на Б. Да почему? Я побежал за ними. Всех убили. 0-1. Не тильтуем. Раунд 2. Я сказал. 2-гоу-лонг, окей? Все молчали. Я повторил. Guys, we need win. Go to long. Русско-курва, иди нахуй. Ясно. Я попался в команду с поляками. Как всегда. Итог. 16-5 мы проиграли. Зато за эту катку я выучил такие фразы, как мувишь по-польски русско-курва, твоя мамка-курва и бонусная фраза шмата-курва-бана. Как мне это пригодится в жизни, я без понятия. Главное не тильтовать. Катка номер 3. Забываем о двух поражениях и идем только вперед. Я решил сменить тактику. Буду молчать. Надо приспособиться к напарникам. Игра была дикая. За нас играл то ли щитер, то ли бустер. Он убивал всех. Хэдшот за хэдшотом. Он оставался один в один и побеждал. Один в два и даже несколько раз один в пять. Он три раза с ножа убил снайпера. Пять раз сделал эйс. И даже с дегла через стену дал несколько хэдшотов. Короче, он затащил в соло. Я сказал. Красава, братуха. Ты мне не брат. Мне стало неловко. По голосу ему лет 12. А я взрослый 27-летний мужик, не могу апнуться с сильверов. Меня это взбесило. У моих друзей жены и дети, а меня бустит какой-то малый пиздук. Не удивлюсь, если это сын моего одноклассника. Надо перезагрузиться. Я выпил энергетоз. Пошел делать пельмени. Кстати, у меня сменился рецепт. Теперь это сковородка, масло, пельмени, соль, перец, тушим, зелень, чеснок, сыр, бекон, сметана, аджика. Идеально. Я поел. Запил еще раз энергетиком. Собрался силами. Я готов разрывать лица. Зашел в КС. Нашел катку. Теперь надо тащить. Игра началась. Первый раунд. Я убил двоих. Четко. Второй раунд. Я раскинул смока на Б. Я раздефюзил бомбу. Изи. Раунд номер три. Я решил применить мув из игры Симпла. Я побежал фастпуш мид в спину. Меня убили. Мы проиграли раунд. На меня начали кричать. Я старался не обращать внимания. Со всеми такое бывает. Меня начал мазерить чел с ником Симпл228. Я ему сказал, что только дауны ставят себе такой ник. Он сказал, что только дауны так играют. Мы начали орать друг на друга. Учила счет хуже, чем у меня, а он меня еще чмурит. Он не замолкал. Он рассказывал, как гулять с моей мамкой, что я рак, что мое место в доте и что вообще мне лучше играть только в Тетрис. По голосу ему было лет 17. Малолетка. Он спросил, с какого я города. Я сказал. Я с Костромы. Я тоже с Костромы. Неловко. Он с Костромы, а я с Одессы. Я сказал, что не буду бить малолеток. Можем как мужики выйти один на один на Айсворде. Он молчал. Я радовался. Малый слился. Прошло секунд 20. Он сказал. Старосвицкий? Я тебя узнал. Неловко. Меня узнал Малый. Я молчал. Он переспросил, что такое Айсворд. Я объяснил, что это такая карта. Он согласился. Он сказал. Сейчас я тебя разорву. Мы забились. После катки раз на раз на Айсворде. Я не мог проиграть какому-то малому. Он еще в школу ходит, а я уже познал школу жизни. Надо было что-то придумать. Зашел в инсту. Написал в директ симпу. Мужик, помоги раз на раз выиграть малого. Прошло 10 минут. Он молчал. Я удалил сообщение. Чувак, я не буду тратить время на какого-то малого. Я не мог проиграть малому. Мне нужна была эта победа. Я предложил Владу купить Драгон Лор, если он победит. Он согласился. Сказал, что это будет легко. Мы договорились. Я тяну время, а он мчит ко мне. Я сказал, что отойду в туалет. Малый поржал. Сказал, что я ссыкун. Отличная шутка. Через 15 минут Влад был у меня. Он выпил Энергитоз. Я написал. Ну погнали, малолетка. Я создал Айсворд. Влад посмотрел на меня. Я посмотрел на него. Да шо, я просто в последний раз в КС 1.6 играл. Он вздохнул. Сел за комп. Он сказал. Короче, я с ним играю, а ты общайся. Попросил меня сказать, что играем до 8. Я сказал. Играем до 8. Окей. Игра началась. Влад сидел и ржал. Беркут против Сильвера. Он взял АВП. Хедшот. Четко. Физичный. Я же тебе говорил, азекатка, дядь. Он выпил Энергетик. Начался второй раунд. Его убили. Он поржал. Его убили еще раз. Ой-ой-ой, Симпл. Это была разминка, дядя. Угомонись. Малый, это была разминка. Ты меня понял? Влад придвинул ближе к себе монитор. Его убили еще раз. Влад занервничал. Он посмотрел на меня. Я просто к чужим девайсам не грел их. Малый с нас ржал. Мне было не смешно. Владу было не смешно. Он проигрывал 1.6. Он начал банихоупить. Убил малого один раз. Два раза. Три раза. Счет был 4.6 в пользу малого. Влад решил его перехитрить. Пошел по левой стороне. Малого нигде не было. Его убили. С ножа. 4.7. Влад бесился. Его побеждает какой-то Сильвер. Еще и малый. Последний раунд. Он стоял на своей базе. Пытался услышать, где бежит малый. Услышал его. Пошел за ним. Малый шел спиной к Владу. Влад его не убивал. Он взял нож. Я кричал, стреляй. Влад шел с ножом. Я кричал. Влад шел с ножом. Малый шифтил. Зашел за угол. Влад шел за ним. Завернул за угол. Малый убил его. Итог 4.8. Он недооценил малого. Он проиграл. Я орал на Влада. Влад орал на меня. Что малому повезло и что вообще он не Сильвер. Он сказал. Слышь, гнида. Ты что играешь на Сильверах, если ты бустер, а? Малый понял, что за меня кто-то играл. Малый ржал. Он сказал. Я не бустер. У меня 300 часов КС. Влада это взбесило. Он предложил ему еще раз. На Дасте. На бабки. Малый согласился. Они начали играть. Влад играл за КТ. Малый за Теров. До 8 убийств. Игра началась. Пистолетка. Влад дал хэдшот. Написал Изи. Малый поржал. Раунд номер 2. Влад смотрел на лонг. Убил его. 1-1. Раунд 3. Влад сидел за ящиком. Малый дал прострел. 2-1. Влад взбесился. Раунд 4. Влад побежал пушить. Малый поставил бомбу. Влад побежал на плент. Убил малого. Начал дефьюзить. Не успел. 1-3. Раунд 5. Эко. Изи для малого. 1-4. Влад был красный. Он орал на всю хату. Сука, малый, я тебя найду. Раунд 6. Влад забежал по лонгу. Малый стоял в коробке. Изи. 1-5. Влад орал. Малый ржал. Я молчал. Раунд 7. Влада дергало. Он был максимально злой. Малый в чате ржал с него. Это его бесило. Я молчал. 1-6. Раунд 8. Влад бил по клаве. Я молчал. 1-7. Раунд 9. Он сделал ВП. Побежал на лонг. Шифтил. Искал малого. Его нигде не было. Он кинул смок в спину. Малого нигде не было. Он аккуратно шел. Смотрел все углы. Малого нигде не было. Он смотрел лонг. Малый убил его. 1-8. Влад проиграл. Короче говоря, притворился новичком в КС. Сегодня у меня была одна цель. Апнуть четвертую звезду в КС. Последние несколько недель я очень плотно задротил. Я приложил неимоверное количество усилий для того, чтобы апнуть три звезды. Я купил новый монитор, я отключал голосовые чаты, играл только от дефа, играл только на мираже, смотрел тиктоки про КС, выбил себе калаш азимов и даже поменял себе все свои девайсы. Сказать, что конкретно помогло, я не знаю. Перед началом каждой игры я делаю себе пельмеши, набирая энергетиков и готовлюсь разрывать лица противников и их мамок. Чтобы поднять ранку, у меня был конкретный план. Выучить раскидки, поднять аимы, как можно меньше тельтовать. Первым делом нужно выучить раскидки. Написал на ютубе. Топовые раскидки. Эти гранаты поднимут твой винрейт. То, что нужно, мне нужно поднимать винрейт. Видос начался с дефолтных раскидок. Раскидка в окно, раскидка на А, раскидка на Б. Я поржал. Дефолт. Я могу просто кинуть вперед, а они мне рассказывают про дефолт. Я сделал скриншоты всех раскидок, распечатал их. Начал тренировку, я подошел к меду, встал на нужную точку, навел прицел, бросил. Краната скачала обратно, я стоял в дыму. Я кинул еще раз, и еще раз, и еще раз в 15. Один раз попал куда надо, четко. Так я проделался всеми видами смоков, о которых он рассказывал в ролике. Этап номер два. Тренировка Аима. Я зашел в мастерскую, выбрал тренировку стрельбы. Раунд один. Под пробегал через двери, туда-сюда, туда-сюда. Я стрелял, я не попадал. Он бегал, я стрелял. Я на шару убил его. Четко, я готов. Перешел к игре, выбрал мираж. Мы стартанули. Раунд номер один. Я купил смока, сказал, что я дам раскидку. Кто-то сказал, что даст мне манки. Я хотел ему ответить, но нельзя, надо держать себя в руках. Я молча побежал на Б, посмотрел раскидки, встал на место, навел мышку, кинул смок, попал. Четко, моей команды рядом не было, они побежали на А. Их убили, я остался один, в три, меня убили. Четко. Раунд два. Я попросил команду идти за мной, дать раскидки и победить раунд. Они попросили номер моей телки и тоже что-то ей дать. Все поржали, бомбить нельзя, надо держать себя в руках. Все побежали на МИД, я побежал за ними. Я кинул смок в окно, команда не дала ничего, меня убили. Всю команду убили, ахрененно. Ноль два. Команда по дефолту сделала меня виноватым, они меня начали чумырить. Я не знал, как отмазываться, я сказал. Слышишь, отдай номер своей мамке, я ее трахну. У меня нет, мама. Повисла пауза, неловко, мне стало стыдно. Я молчал 10 секунд, 20 секунд, минуту. Стоп, это не то, о чем вы подумали. А, в общем, забыли, до конца игры я молчал. По итогу мы проиграли со счетом 8-16. У меня был счет 7-23. Похвастаться не могу, но раскидки я точно потренил. Главное не тильтовать. Первая игра просто разминка. Во второй игре я решил сделать упор на стрельбу. Буду меньше заморачиваться над раскидками и играть на КДА. Я запустил даст, игра началась. Я поздоровался со всеми, со мной поздоровались в ответ. Вот это я понимаю команда. Первый раунд, я убил одного. Мы поставили плент, мы выиграли раунд. Четко, раунд 2. Я купил себе формилку, я пошел аккуратно на лонг. Я смотрел все углы, мы остались 4 в 1. Последний на меду, я побежал за ним. Я вылетел, начал стрелять, меня убили. Блин, игра что-то не шла, я вообще ни по кому не попадал. Походу эта тренировка в реальной катке никак не помогает. Вспомнил ролики в тиктоке, где брали скары, без прицела убивали. Я решил попробовать так же. Я взял скар, наклеил скотч, пошел в бой. Всю команду убили. Я остался 1 в 4. Меня убили, меня начали чморить. Я не понимал за что. Это оказалось не очень хорошая тактика. Они забрали мой скара, я забрал у себя свои деньги. Пришлось сделать эко, мы опять проиграли раунд. По итогу из-за скара мы проиграли игру 13-16. У меня был счет 6-25. Мне высказали все, что думают обо мне и сказали больше не открывать КС. Меня это выбесило. Я тренируюсь, использую лайфхаки, а меня чмырят. Мне нужна была помощь, мне нужно научиться играть. Придется либо покупать тренировки, либо просить Влада. Тренер дорого, Влад бесплатно. Тренер глобал, Влад бесплатно. Влад разобьет монитор, а тренер нет. 2-1 в пользу Влада. Набрал Влада, объяснил ситуацию, он поржал меня. Сказал, что поднять меня до калашей очень и очень просто. Не удивлен. Сказал, что согласится помочь только за шашлык. Вот фрик, окей, я согласился. Попросил его не разбивать еще один монитор. Он пообещал, что больше так не будет. Я заказал шашлык, пришел Влад, мы поздоровались. Мы подошли к компу, Влад застыл. Он стоял с круглыми глазами. Я не понимал, что происходит. Он начал орать, он ничего мне не объяснял. Я стоял в недоумении. Дядь, ты что мочишь? Откуда у тебя наушники HyperX Cloud? HyperX Aloe Elite 2 и мышка Pulse Fire? Дядь, с такими девайсами нереально проиграть. Я хотел сказать, что это подгон от HyperX, но Влад меня уже не слышал. Он чувствовал себя симплом. Его радость прервал ступор. Он увидел у меня калаш Азимов. Он начал орать. Говорил, что это топовая пушка, что с ней у него плюс 100 к точности. Он запустил катку. Ладно, дядя, я дам одну катку чисто для разминки, короче. Мне позвонил курьер. Сказал, что не может найти мой дом. Попросил спуститься к нему. Четко. Я попросил Влада еще раз не разбивать монитор. Он кивнул. Я вышел на улицу. Курьера нигде не было. Я набрал его. Он объяснил, что находится где-то возле аптеки. Он стоял в пяти минутах ходьбы от дома. Четко. Мы встретились. Я забрал шашлык, принес домой. Зашел в комнату. Монитор был целый. Влад сидел молча. Я не понимал, что происходит. Дядечка, я тут тебе две звезды апнул. Ага, ясно. Пока я ходил за шашлыком, Влад успел мне слить звание. Мужик, да у меня было 40 киллов. Оно булило меня всю катку. С ножом бегало на мид. Сливало эко-раунды постоянно по КД. Гранаты под ноги. Мол, что я могу сделать? Вышел. Спасибо, я себе закажу тренера. Провел его к двери. Влад не хотел уходить. Он уверял меня, что тренировки это бабки на ветер. Я отчасти был согласен с ним. Он попросил остаться и послушать тренировку. Окей, я пустил его обратно. Может хоть так он научится играть? Зашли в гугл, начали поиск тренировок. Нашли Даниила, город Одесса, 9-й левел фейсов. Если знаешь, что есть чему научиться и хочешь работать над собой, пиши. Мне это подходило, Влад ржал. Так это малолетка какая-то, ты что орешь? 9-й левел. Я его не слушал. Мы списались. Данил оказался очень серьезным. Он приложил тренировку в реале. Я посмотрел на Влада. Влад согласился. Я согласился. Пока мы ждали тренера, Влад ел шашлык. Он показывал типа людей на шашлыках. Крыса, который не делится. Бывалый, который знает все прожарки. Эксперт, который знает, как есть шашлык. И обжора, который ест и не делится ни с кем. Ну да, сейчас мы в 2021 году смотреть типа людей на шашлыках. В дверь постучали. Мы подошли к двери, посмотрели в глазок. Никого не было. В двери постучали еще раз. В глазке было пусто. Мы открыли дверь. Там стоял тренер. Влад ржал. Тренер зашел в дверь. Он сказал. Ну что, готовы стать глобалами? Мы переглянулись. Я кивнул. Мне хотя бы выйти из голдов. Влад начал орать. Что, поц? Он же малолетка. Тренер посмотрел на Влада. А сколько у вас Элла? Влад сел в ступоре. Он не знал, что ответить. Эээ, 5500 Элла. А ты докажи, что ты глобал. Тренер ухмыльнулся. Он открыл свой аккаунт в стиме. Там было 5000 часов кс. Потом зашел на ютуб. Показал свои хайлайты, где он делает эйсы на глобалах. Я зареспектовал малому. Влад ему все равно не верил. Тренер прошел в комнату. Посмотрел на мой комп. Слабенько. Но сойдет. Открыл кс. Зашел в настройки. Изменил разрешение. Поставил какие-то пиксели. Влад начал орать. Ты бы нам еще дал в тетрис поиграть. Тренер не реагировал. Он зашел в гугл. Настройки прицела симпла. Что-то скопировал. Вставил. Ну что, базовые настройки я вам поставил? Теперь можем перейти к обучению. Влад не переставал смеяться. Тренер молчал. Влад его провоцировал. У них начался конфликт. Влад доказывал, что побеждать на голдах нереально. Малый говорил, что 5500 ла не бывает. Влад сказал, что малый лох. Я хотел просто научиться играть. Влад предложил ему спор. Короче, лясим тряси, малый. Если ты выиграешь две катки из трех на новых, я покупаю тебе ВП Азимов. Но если ты проиграешь, ты больше никогда не тренируешь. Играешь на наших настройках. Легко. Влад попросил разбить их спор. Я попросил не разбивать мой монитор. Малый не понимал, о чем я. Влад согласился. Я разбил. Катка началась. Раунд 1. Малый покупает дигл. Идет на лонг. Вся команда противника вылетает на лонг. 0-1. Влад ржал. Малый попросил не пушить. Побежал на Б. Всех убили. Он остался 1 в 5. Его убили в спину. 0-2. Малый нервничал. Он еще раз попросил не пушить. Команда не отвечала. Раунд 4. Команда опять запушила. Он опять остался 1 в 5. Его опять убили в спину. Малый умолял их успокоиться. Держать позиции и лишний раз не высовываться. В чате ему никто не отвечал. Они продолжали нестись вперед. В 8 раунде он стал мвп. Они выиграли раунд. Потом все залетели на лонг. Он убил двоих. Они взяли еще один раунд. 3-11. Вот так. Парни играют спокойненько, да. На этом их победные раунды закончились. Они просто бегали по карте и умирали. Он каждый раз оставался 1 в 5. И его убивали в спину. Влад ржал. А я говорил. В 11 раунде у них ливнул союзник. Они остались 4 в 5 и слили со счетом 16-3. Влада разрывало от смеха. Малый стартанул вторую катку. В первом раунде он дал хедшот. Он радовался. Влад насторожился. Я настроился научиться фишкам игры. Раунд 2. Его убили. Еще раз. И еще. Влад ржал. Я не понимал, как глобалов убивает на звездах. По итогу сценарий этой карты особо не поменялся. Они проигрывали 1 в 6. У них опять ливнул союзник. Малой начал бомбить. Говорил, что он не вытащит соло. Ему нужна помощь. Команда молчала. Он взял АВП. Он убил двоих. Его убили в спину. Команда предложила сдаться. Он отказался. На него кричали. Он кричал, что ему нужна победа. Команда отказывалась играть. Они еще раз предложили сдаться. Он еще раз отклонил. Их уже пушили на их базе. Он опять взял АВП. Он кемперил. Он смотрел мидл. Никого не было. Он ждал. Он убил первого. Второго. Они выиграли раунд. Малый радовался. Он почувствовал вкус победы. Он сказал. Молодцы, Павел, сейчас оттащил. Его захотели кикнуть. Малый замолчал. Он не понимал, за что. Влад подстрекал. Его устраивал такой расклад. Малый попросил не кикать. Он рассказал им несколько победных стратегий. Попросил их не тильтовать. Он мотивировал их как мог. Никто пока не голосовал. Малый настроился на победу. Он купил АВП. Его кикнули. Вышли. Оба. Глобалы. Последние несколько дней залипал в КС. Я до сих пор не мог апнуть калаша. Я уже купил себе нож, выиграл 5 каток подряд и даже пересмотрел все демки Симпла. Я записывал все его мувы. Байт на дефьюз, сбрасывание оружия и фейк-перетяжка. Мне казалось, что в турнирных играх побеждать проще простого. Призовые на турнирах меня тоже мотивировали. Я был на плюс морали. Я уверен, совсем скоро я апну ран. Я запустил еще одну катку. Инферно. Я принял игру. Катка началась. Первый раунд. Я побежал на Б. Мне дали хэдшот. Сука. Второй раунд. Я взял формилку. Побежал на второй мид. Я простреливал балкон. Закончились патроны. Я перезарядился. Меня убили. Блять. Третий раунд. Я взял калаш. Азимов. Сейчас мне точно повезет. Я чекал балкон. Балкон чекал меня. Я взял бомбу. Убил первого. Поставил плент. Меня убили. Да блять. 2-1 мы проигрываем. Пятый раунд. У противника вливает марка. Технический перерыв. Опача. А вот это мне уже нравится. Мы остались играть 4 в 5. 3-2. 4-2. 5-2. 6-2. 7-2. Противники сдались. Да. Тупо легкое. Если я сам не могу апнуться, то мне помогут противники. Я был в предвкушении. Мне нужен был калаш. Я достал телефон. Включил камеру. Я ждал. Апнули меня или нет? Статистика прогрузилась. Да. Меня апнули. Я калаш. Наконец-то. Не зря я смотрел все демки симпла. Я сразу выложил это в сторис. Меня набрал Влад. Он меня поздравил. Я сделал вид, что это было проще простого. Я чувствовал, что я играю как симпл. Я хотел попробовать себя на турнире. Предложил Владу сделать команду. Он поржал с меня. Он меня отговаривал. Объяснил, что это не так просто, как кажется. Что даже он с командой Биг Старов не планирует играть турниры. Я объяснил ему, что я калаш и мне похуй. Через 15 минут мы встретились. Он меня все еще отговаривал. Я был полон энтузиазма. Надо создать свою команду по КС. Я показал ему все турниры, куда можно заявиться. На мейджоры заявляться рано, но призовые 5, 10 и 50 тысяч долларов мы точно потянем. Он спросил. Ну кто у нас в команде будет? Я замешкался, а реально, кого взять в команду помимо меня? Влад ржал. Я предложил Руслана, Стаса и Павлюка. Он посмотрел на меня, как на поца. Эти поцы вообще умеют играть в КС. Я прозвонил пацану, объяснил им свою идею. Все были за. Руслан прибежал первый. Легкие деньги это к нему. Чуть позже потянулись остальные пацаны. Команда у нас собралась лютая. Влад Биг Стар. Стас Калаш с венками. Я Калаш. А Руслан был готов на все ради бабок. Я напомнил им, ради чего мы собрались. Ради победы на турнирах. Руслан меня поддержал. Идеально. Так как мы серьезная организация, нам нужно было название, формы и буткэмп. Руслан предложил назваться Симпл Димпл. Стас предложил Фрик Скват. Павлюк предложил назваться Норманцы. Я остановился на названии Рум Фэктори. Я зашел в Гугл. Купить киберспортивную форму. Все начали спорить по поводу цвета и логотипа. Стас хотел желтую, как Нави. Руслан предлагал самую дешевую. А Влад все еще отговаривал нас от этой затеи. Я смотрел на этих фриков. Я выбрал на свое усмотрение. Влад почему-то нервничал. Он попросил 3XL, а то на него ничего не налазит. Ой, бля, кринж. Теперь буткэмп. Нам нужна была локация. У меня не хватит места на всех. Павлюк живет с мамой, а у Руслана я не хочу принципиально собираться. Стас предложил собраться у него. Идеально. Через час мы уже были у него со своими девайсами. Все было куда печальнее, чем я думал. У Стаса и Павлюка было 20 фпс. Влад пришел с ноутбуком и мышкой на колесике, а Руслан саймаком. Я раздал им нормальные игровые девайсы. Так лучше. Теперь нам надо было выбрать турнир. Я зашел на сайт. Турниров было куча. Я выбрал ближайший. Начало завтра. Призовой фонд 50 тысяч баксов. Идеально. Я зарегался. Так как Влад тут самый опытный, я попросил его провести тренировку и рассказать нам тактики и раскидки. Он посмотрел на меня. Я посмотрел на него. Он согласился. Он еще раз попытался нас отговорить. Я еще раз посмотрел на него. Он сказал. Понял. Он взял доску. Нарисовал карту миража. Рассказал, что в первом раунде надо фастом пушить Б. Второй раунд надо делать фулл закуп. А потом показал, куда кидать флешку под китчин. И бонусом. Куда закидывать самока и как пикать окно. Все сидели и внимательно его слушали. Мы перешли к первой тренировке. Зашли в игру. Поставили одинаковые логотипы. Поставили клан ТЭК. Теперь мы настоящая команда. Запустили катку ММ. ТАС-2. Четко. Я принял игру. Руслан принял игру. Влад принял игру. У Стаса и Павлюка лагало. Они не могли принять катку. Мы нервничали. Стас ударил по компу. Принял. Павлюк ударил по монитору. Монитор отключился. Блядь. Игра отменилась. Вот фрики. Стас ударил по компу Павлюка. Запустил новую катку. Все приняли. Четко. Игра началась. Типы, действуем по той же тактике. Раунд первый. Мы закупились. Пошли рашить Б. Нас всех убили. 0-1. Влад кричал. Блядь, где флешка? Все сидели молча. Раунд два. Пацаны, соберитесь. Делаем фулл закуп. Мы скупились. Пацаны, еще раз рашим Б. Руслан кидает флешку. Все побежали на Б. Руслан кинул флешку. Всех ослепил. Нас опять всех убили. Влад орал. Руслан кинул флешку всем в лицо. 0-2. Пацаны, не закупайтесь. Не закупайся, Стас. Эко делаем. Раунд четыре. Павлюк скупился. Влад начал орать на него. Тот начал орать в ответ. Чисто фрики. По итогу Влада убили. Павлюк сделал эйс. Выиграл раунд. Четко. А, так тут тензи, пацаны. Влад начал беситься. Раунд девять. Стас остался один в четыре. Он искал противника. Он ушел по темке. Он убил одного. Убил второго. Его выкинуло из КС. Да су... Один восемь. Мы ждали, пока Стас зайдет в КС. Влад начал орать на всех, что они бездарные. Все начали упрекать его, что у него счет 0-9. Он орал, что невозможно играть на ноутбуке. Стас зашел. Десятый раунд. Влад трайхардил. Он взял АВП. Он чекал все позиции. Менял оружие. Павлюк убил одного. Потом убили всех нас. Влад опять орал на всех, что они бездарные. До конца игры Влад и Павлюк спорили, кто лучше. Потом они командовали по очереди. Мы бегали 2-3-б. Потом все на шорте. Потом все с АВП. Потом все принимаем Б. По итогу мы слились со счетом 2-16. У Влада был счет 0-18. Мы с треском проиграли нашу первую тренировочную игру. Все пацаны начали орать друг на друга. Влад думал, что мы играем на плохих компах. И что так мы завтра точно не победим. Все чморили его, что он топовый ранг и играть не умеет. Пацаны чуть не подрались. Я всех разнял. Сказал, что мы встречаемся завтра за час до игры. Все ушли. Я начал думать. Нам нужны нормальные компы. Призовой фонд 50 тысяч долларов. Если мы победим, мои 10 тысяч баксов. Надо вложиться в команду. Я позвонил в компьютерный клуб. Договорился у них сыграть в турнир. Четко. Написал всем пацанам время и место. На следующий день мы встретились в клубе. Я раздал пацанам форму. Они все стояли в шоке. Мы были настоящей киберспортивной организацией Room Factory. Я надеялся, что хоть эти пацаны меня не кинут, как команда по Rainbow Six. Через 20 минут начало турнира. Павлюк захотел провести контрольную тренировку. Влад тоже захотел провести контрольную тренировку. Они начали спорить. Я сказал им поспорить. Выиграл Влад. Он рассказывал, как спрейть, рассказывал про Даст и рассказывал, как вскрывать пленты А и Б. Руслан вообще ничего не понимал. Влад закончил тренировку. Руслан закончил ничего не понимать. Мы все подбодрили друг друга. Игра началась. Первых два раунда мы проиграли. Мы опять начали ссориться. Я всех успокоил. Мы дали кулачки. Мы сравняли счет. 2-2. Четко. Раунд пять. Я чекал лонг. Никого не было. Вылетели шорта. Я убил одного. Второго. Третьего. Меня убили. Они остались два в одного. Их тоже убили. Мы проиграли раунд. Сука. Раунд девять. Влад убил четверых. Он затащил раунд в соло. Мы ударили кулачки. Раунд двенадцать. Я чекал лонг. Влад чекал мид. Он сделал минус три. Потом всех убили. Мы проиграли. Блять. Раунд тринадцать. Влад убил двоих на Б. Одного в миду. Одного в темке. И в дверях. Он сделал эйс. Мы радовались. 7-6. Он играл люто. Он взял почти все клачи. Он простреливал двери меда. Говорил, когда нам делать перетяжку. Говорил, кому когда стрелять. И рассказывал, где сидит каждый противник. Походу, реально вчера ему мешал ком. Благодаря Владу мы выиграли катку. Он сделал 43 килла. Мы радовались. Мы били друг друга по попке, как волейболистки. Мы прошли в следующий тур. Мы команда. Мы поедем на мейджор. Завтра следующая игра. Мы договорились встретиться за час до игры. Влад расскажет нам новые тактики. Все согласились. Мы разошлись. Я пришел домой. Я был доволен. Я собрал топовый стакк по КС. Телефон завибрировал. Мне пришло смс. Это были организаторы турнира. Игрок Девансон был заподозрен в читах. Ваша команда отстранена от турниров на год. И скинули какую-то ссылку. Я перешел по ней. Там сидел Влад. Я внимательно присмотрелся к записи на вебке. Он во время всей игры смотрел на радар и давал нам указания. Походу он реально никакой не бигстар, а просто читер. Влад! Ух, наконец-то эта неделя прошла. Было сложно, но я справился. Спросите, что мы делали с Андреем? Кучу всякого интересного. Разгадывали судоку, слушали его истории, складывали пазлы, в которых не менее тысячи частей. Потом Андрей хотел научить меня решать судоку. Я нихрена не понял. Сказал Андрею, что разобрался. И так всю неделю. Говорят, что в больнице лежать скучно. Я не согласен. Вы ничего не знаете о скуке, если с вами нет Андрея. Дом, милый дом, тишина, кайф. Решил заварить себе чай. Черт, пазлы. Мне кажется, я никогда в жизни теперь не смогу собирать пазлы. Особенно те, в которых меньше тысячи частей. Чувак, ты что, с сахаром собрался пить? Это ж белая смерть. Так, все. Андрея слишком много в моей жизни. Нужно отвлечься. Что может поднять мне настроение после семи ужасных дней? Правильно, шаурма или дота. Но за шаурмой идти в падлу, поэтому выбор очевиден. Сыграл одну катку. Слил. Ничего, это просто недельный перерыв. Сейчас наверстаю. Запустил вторую. Тоже слил. Это все чай без сахара. Вспомнил, что смотрел видос на ютубе о том, что сахар повышает мозговую активность. Следующая точно за мной. Опять слили. Да что не так? Так, нужно собраться. Взял Фантомку. Это моя сигнатурочка. Вся команда пикнула коров. Да что ж такое? Че мне так не везет? Фантомка, быстрее иди на Рошана, я тебе сказал. Чтоб какой-то школьник учил меня играть? Да я сам знаю, что мне делать. Пойду фармить лес. Ты конченый? Я тебе сказал, иди на Рошана, дай его на кусок. Из-за тебя, чумошника, нам сделали этим вайбом. Не, ну на самом деле надо было с ними идти на Рошана. Но нельзя с этим соглашаться. Он и лес, да еще и рыцарь. Нужно ответить как-то по-умному. Это, я бы прошел, если проход не зародила твоя жирная мамаша. Жестко, но он сам напросился. Так убери ее со своего лица и посмотри на игру, Рокал. Рокал твой батя, тебе понятно? У меня хотя бы родители есть. А тебя дебдоналдса после рождения сразу в лес выкинули. Наверное, поэтому теперь тебе не хочется туда ходить. Ой, а тебя вообще из говна родили. Че за бред я сказал? Испанский стыд. Что-то ты чересчурку вчера вам обозаришься. Какого ты города? Он сказал, что-то значит это точно Украина. В Украине 443 города, то есть вероятность, что этот чувак находится в Одессе меньше процента. А если быть точнее, 0,44. Так что можно говорить? С Одессы тебе понятно? Отлично, я тоже с Одессы. Черт. Ну все, сегодня в 6 на польском. Расскажешь мне в лицо, что не так с моей мамой, если не зассал. Не зассал. Сегодня в 6. Пацаны, запусите этот стрим. Очень интересно, чем это закончится. И что делать дальше? Ты неправильно ставишь вопрос. Я считаю, вопрос должен звучать так. Веришь ли ты в нашу затею или нет? Верю. Итак, какие есть варианты? Первый, остаться дома и позалипать в телефоне. Второй, не быть терпилой. Я ж мужик. Совсем не важно, как ты ударишь, а важно, какой держишь удар. Нас, походу, реально прослушивают. Я так не могу. Нельзя сливаться. Это позор. Как минимум перед ФСБшниками в моем телефоне. Да встретюсь я, встретюсь с ним. Понятно? Да че я вообще парюсь? Это стопудово какой-то борзый школьник. Мне 26 лет, а я на очко присел. Я его ушатаю без проблем. Сегодня у нас стартует рубрика Как научиться драться за 5 минут. А вдруг он будет с кентами? Должен быть другой способ. А вот эта вещь может мне пригодиться. Ты взял битву? Да. А я взял мяч. Погнали. Ладно, че-то я вообще загоняюсь. Может мы вообще не будем драться, а так все решим? Плюс я уверен, что это какой-то малой. Гормоны играют, переходной возраст, голос ломается. Вот и рыпается на всех. И вообще, мне 26 лет, а я иду какой-то фигней заниматься. В какой момент я свернул не туда? Может когда установил доту? Не, а бред какой-то. Ладно, надеюсь хотя бы прикольная история будет. А что если это не школьник? Что если это здоровый мужик? Или еще хуже девушка с прокуренным голосом? Или еще хуже здоровая девушка с прокуренным голосом? Ладно, нужно успокоиться. Ну, наверное, он уже не придет. Это ты, круассанчик? Ну, допустим. А ты, я так понимаю, этот, Dead Inside 666, да? Послушай сюда, круассанчик. Вообще-то меня зовут Максим. И называй меня только так, понятно? Круассанчик Максим, ты был неправ. За свои слова нужно отвечать. Я тебе предлагаю два варианта. Либо ты извиняешься на видео, и мы расходимся. Либо ты получаешь поща. Он запустит стрим для тиммейтов. Нет, вообще позор. Не буду я извиняться, я ж не терпела какой-то, понятно? По сегодняшней катке этого не скажешь. Хуже тебя играет только мой младший брат. А у меня его нет. Ничего себе, какой борзый малый. Нужно его как-то оригинально попустить. А по твоей маме не скажешь, что она следит за питанием? Испанский стыд. Мне уже надоело с тобой базарить. Я запускаю видео, или мы решаем вопрос по-другому. Я не буду извиняться на видео, ты меня понял? Я тебя понял. Сначала нужно отвлечь жертву. Потом блокировать его джемпы. Прямой удар в щеку. Сбить с толку. Пока приходит в себя добавить в драку крутости. От шока он начнет махать руками. Блок справа. Удар в корпус. Блок слева. Фотка в сториз. Сломать ребра. Выбить челюсть. И удар с тобой в диафрагму. В результате звон в ушах. Выбита челюсть. Три ребра сломано. Физическое восстановление две недели. Полное психологическое восстановление один месяц. Гнилой базар в доте нейтрализован. Блин, у меня же нет платка. Могли бы мирно решить. Надеюсь, ты будешь следить за своим базаром. А сколько тебе лет? 14. Совсем не важно, как ты ударишь. А важно, какой держишь удар. Я все правильно сделал, Рокки. Алло, да, здравствуйте. А можно к вам записаться на бокс? Тяжелая неделя, и, к счастью, она подходит к концу. Сегодня вечер пятницы, а значит, я хорошенько оторвусь. В доте. Я сделал себе пельмени, зашел в игру и выключил телефон. Стоп. А если что-то случится, им не будут звонить? Да кого я обманываю? Если я солью катку, я расстроюсь больше. Все, игра начинается. Вечер обещает быть прекрасным. В дверь позвонили. Я пошел открывать. Слышишь, Макс, тут такой момент, 500 рублей можешь одолжить до следующей недели? Чувак, а ты не мог мне написать, зачем было ехать сюда? Тебя, короче, два дня же на связи не было, но мне бабки сейчас нужны. Ого, это что, уже два дня прошло? Я даже не заметил. Я пошел за кошельком, чтобы дать Руслану денег. Он увидел мой стол и сказал, что понял, почему я пропадал все это время. Я ответил, что человек, который каждую неделю занимает у меня деньги, не может меня осуждать. Руслан начал доказывать, что у меня игромания. Я был не согласен. Мы решили заключить спор, где я на 100 дней должен отказаться от доты. Руслан сказал, если я сорвусь, он мне не отдаст денег. Короче говоря, 100 дней без доты. Первый день пошел. Жить без доты оказалось на удивление легко. Я без проблем справляюсь. Прошло всего три минуты. Чем бы себя занять? Точно. Я из-за этого Руслана вообще не выспался. Лягу, посплю. Я выспался впервые за несколько лет. Не понял, зачем. День четвертый. В доту до сих пор играть не хочется. Походу, я вообще независим от доты. Мне не нужны никакие саппорты. Позвонил друг. Предложил пойти попить пиво с раками. Я сказал, что я с раками дела не имею и отказался. Эх, как круто жить без зависимости. День восьмой. Все идет вполне удачно. Я уже передумал давать своему будущему сыну имя Акс. Дота практически ушла из моей жизни. День четырнадцатый. Я понял, что мне нужно пофармить. Я надел шмот, взял с собой голды и пошел в супермаркет. Так, сразу иду в потайную лавку. Там всегда скидки. По пути мне встретилось пару крипов в костюмах охранников. Я знал, что меня еще ждет Рошан на кассе. Но я взял достаточно голды. Если вдруг не хватит, пусть комбэкнет молоко. Пофармили, можно и домой пойти. Опять эта неприятная кассирша была. Но не работает еще и здесь. Хэштег копейка пофикси, плиз. Не, ну все-таки без игровой зависимости жить прекрасно. Как хорошо, что у меня ее нет. Конченый, вонючий, сраный Руслан. Я уже месяц не играю в доту из-за этого придурка. Буду ему мстить. Уберу всех его курьеров. Пусть пешком в магазин ходит. Блин, как хочется поиграть. Может все-таки... Нет, нельзя. Вальв, зачем вы вообще придумали доту? Она жизни разрушает. Вы ничем не лучше драгдилеров. Нет, я, конечно, зол, но не настолько. Нужно отвлечься. Стоп. Я не могу играть в доту, но смотреть же я могу. Включил эпиклигу. Играли нави против лик. День 34. Решил отвлечься в телефоне. Зашел почитать новости. Глава МИД Украины сделал заявление по поводу без виза. И тут МИД, вы что, издеваетесь? От скуки решил обзвонить всю свою телефонную книгу. Три раза. Под конец даже мама попросила меня поиграть в доту. То-то же оговорила игра для дебилов. День 41. Из-за стресса я много ем. Я так делал и до стресса, но сейчас мне особенно хочется. Мне очень сложно. Я слишком долго не оскорблял чью-то мать. Может позвонить своей? Да не, она не поймет. Походу шаурма была не первой свежести. Ой, дой! Я уже 50 дней провел без доты. Нужно принимать какие-то меры. Я позвонил Руслану и сказал, что прощу ему деньги, если он аннулирует спор. Он сказал, что если я на такое иду, то у меня точно зависимость. Он согласился. Потом Руслан напомнил про 2000 гривен, которые он мне торчит уже почти год. И сказал, что этот долг тоже пойдет в счет спора. Я отказался. И сказал, что мы играем дальше. Сделка не удалась. Но в этом есть и плюсы. Я понял, кто из моих друзей крыса. Господи, киньте мне кто-нибудь баф, чтобы я с этим справился. Долбанный карантин. Оказывается, без доты в реальном мире вообще ловить нечего. Кто эти люди, которым в сутках часов мало? Целых 24 часа по 60 минут. А ведь эти часы могли быть игровыми. Шел 80 или 90 какой-то там день. Моя жизнь утратила смысл. Мне снова хочется оскорбить чью-то мать. Дота, почему ты меня бросила? Это несправедливо. Это что, мой телефон? Как он там оказался? Нужно позвонить Доте и вернуть ее. Набрал. Сказал, чтобы она меня выслушала. Что мне очень плохо. Что я начал ее ценить, только когда потерял. Рассказал, как нам было весело играть ММР. Как мы вместе убивали Рошана, чмырили Лол. И что она лучшая, что было в моей жизни. Папа, с тобой все нормально. Черт, это не мой телефон. И это не Дота, а дочь. День 87. Блин, жесткая, вчера была ночь. Пришло сообщение от какой-то девушки. Ааа, точно, я же ушел из бара не сам. Вчера мне казалось, что она похожа на дровку. А сегодня на фотках она самый настоящий пуч. Хорошо, хоть ультует на 10 из 10. Так, если я по пьяни вчера звонил Доте, значит она теперь моя бывшая. А что делают, чтобы забыть бывших? Точно, отвлекаются на других баб. Да, я зависим от игр. Но проиграть спор не могу. Шел 91 день, и я решил просто скачать другую игру. Поиграю в Майнкрафт. Прошло 3 дня. Я начал с нуля. Я добывал дерево, еду, камень, потом руду, потом алмазы. Мне даже начала нравиться вся эта квадратная графика и плоские персонажи. Они напоминали мне мою первую девушку. Я сделал себе кирку, меч, шмот. У меня был огромный инвентарь и я построил себе крутейший дом. Но сегодня пришли гриферы и его сожгли. Я был расстроен и не понимал в чем проблема. На доме же не было логотипа Мерседеса. Вторая депрессия мне не нужна. Я удаляю Майнкрафт. День 95. Я скачал себе Бравл Старс. Запустил первую игру. Собрал все кристаллы. Получил звездного игрока. Блин, а реально крутая игра. Завис на нее на пару дней. Кайф. Наткнулся на мем про то, что в Бравл Старс играют только школьники. Ну вообще да, игра реально ни о чем. Удалил игру. День 98. Какие игры еще сейчас популярны? Among Us. Окей, испытаем ее. Так, где башни? Кто силы света? Кто силы тьмы? Решил оскорбить чута мать. Да, это везде работает. Что за голосование? Зачем тут красная кнопка? Как тут драться? Что? Меня кикнули? Охренеть, не прошло и минуты. Я вообще ничего не понял. Блин, а реально, че я так прикопался к этим играм? В реальной жизни же столько всего интересного. Нужно просто захотеть поискать. А дота вообще никому не нужна. Онлайн падает, обновлений нет, новых героев нет, турниров тоже. Сообщество токсичных школьников. Я просто впустую потратил 20 тысяч часов жизни на доту. Мне 26 лет. Нужно взяться за голову и заниматься серьезными делами. Все, решено. Пацаны, я скачал кэст, погнали.